Совместить приятное с полезным не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Брестское областное управление МЧС уже не один раз, но отлично справлялось с этой задачей, рассказывая школьникам о том, что необходимо делать в чрезвычайной ситуации, при этом сохраняя в лекциях не назидательный, а игровой тон. Общеизвестно, что всегда легче, быстрее запоминается и усваивается та информация, которая действительно заинтересовала, заставила думать и внимательно слушать. И именно беседы, а не наставления и указания помогают спасателям легко находить общий язык с ребятами. Наша задача, которая была поддержана на уровне область полкома и разработана соответствующий план, провести вот такие мероприятия, встречи с детьми во всех оздоровительных лагерях. Именно и с закреплением вот той теории и практики, полученной школой, вот здесь вот. Здесь будет дана возможность ребятам воочию убедиться, как работают пожарные машины, как подается вода на ликвидацию пожара, как работает тоже огнетушитель. Ну а главное, конечно же, закрепление теории. Краткая и лаконичная, но при этом содержательная и легко запоминающаяся лекция о том, как нужно вести себя при пожаре или в экстремальной ситуации на воде. Обучающие фильмы, демонстрация возможностей и мощи технических средств пожаротушения, конкурсы и как подарок полюбившаяся многим водная феерия. Такую подборку своих мероприятий с детьми сотрудники МЧС могут смело назвать удачной. Подростки не только внимательно слушают, но и принимают активное участие на всех этапах, что еще раз доказывает пользу проведения подобных встреч. Я очень благодарен сотрудникам МЧС за то, что посетили наш лагерь своим визитом. Из клипов и фильмов я узнал очень многого и интересного. Я смог посетить кабину пожарной машины, примерить на себе экипировку и собственноручно использовал пожарный шланг. В школах мы очень много узнали, но здесь мы узнали много больше, чем в школе. Нам, допустим, в школе не рассказывали, как спасать человека из воды. Нам многое не рассказывали, как при пожаре себя вести. Активная пропаганда безопасного поведения – важный шаг на пути к действительно безопасной жизни. Форма подачи материала привлекает подростков и заставляет быть внимательны, а их любопытство и интерес позволяют говорить о сознательности и вдумчивости, которые непременно приведут к ответственному поведению как в обычной жизни, так и при чрезвычайных ситуациях. То, что было, можно сказать, 20 лет тому назад, когда только начинала работать начальником лагеря, и сейчас, разница, конечно, есть. Раньше не было вот таких, ну как правильно сказать, организованных мероприятий. Сейчас практически каждую смену к нам приезжают сотрудники МЧС. Они беседуют, они вот со всеми этими конкурсами приезжают. Поэтому и отношение у детей совсем другое. И они по-другому относятся к этим же спичкам, к этим сигаретам и ко всему остальному. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луковкин, телекомпания БУК-ТВ.